Сохрани память о родных в книге народной памяти на сайте мойполк.ру Однополчане, мы запустили региональную страницу. Она предназначена для одного, для истории вашего города и вашего села. Напишите о том, что ваши земляки, возможно, не знают или почти забыли. Напишите о том, что алтайская поднятая целина – это труд десятков тысяч женщин, которые заменили ушедших на фронт мужчин. О том, что маки из Сыкуля – это не просто цветы, это опи для госпиталей, где страдали бойцы Красной Армии. Напишите о том, о чем мы напишем в Томске, где в университетском городе огромное число студентов и преподавателей ушло на фронт и уже не вернулось. Расскажите эти истории, они важны, они важны для нашей общей памяти. На обновленном сайте мойполк.ру появились дополнительные возможности работы с региональными страницами. Изначально бессмертный полк был именно региональным движением. На примере конкретных человеческих судеб мы узнавали масштабы той войны и понимали, как мало знаем о ней. Многие впервые узнали о моряках Заполярного Диксона, принявших бой за тысячи километров от линии фронта, о летчиках, перегонявших самолеты по маршруту Алсиб – Аляска-Сибирь, о трудовых подвигах и трагической судьбе алтайских хлеборобов и рыбаков Якутии. Они были направлены на насильственное переселение на севера Якутии, на рыбалку. Большинство из них остались там, потому что ни кушать, ни земли, в общем, ничего не было, вы знаете, военное время. Когда их все-таки стали обратно перевозить домой, одна пожилая женщина вдруг стала кричать, показывая конфигурацию из трех пальцев. «Ну что, съела нас проклятая война? А нет, смотри, вот мы живы, и мы возвращаемся домой». «Независимо от вероисповедания, национальности и политических...» Об этих подвигах порой знают лишь узкие специалисты. Но это история наших поселков и городов. История, которой мы можем гордиться и должны сохранить ее. «Итак, работа со страницей региона». Заходим под своим паролем. Если вы его уже вбивали и сохранили на компьютере, входим через кнопку «Моя учетная запись». В центре страницы находим свой населенный пункт. Переходим на главную страницу региона. На эту же страницу, благодаря геолокации, попадают и ваши земляки, когда открывают сайт. Однополчане из других регионов могут заходить через кнопку «Дислокация полка», выбрать другой регион, регион, город, перейти на страницу региона. Главная страница – первое, что будут видеть пользователи, попадая в ваш регион. Наполняем страницу текстом и картинками. Заходим в раздел «Редактировать». Загружаем заглавное фото. Выберите файл. Находим нужную фотографию. Загружаем. Вносим информацию о своем городе или поселке в годы войны. Загружаем фотографии. Находим значок «Изображение» на панели управления. Выбор на сервере. Закачать. Выберите файл. Выбираем и загружаем нужную нам фотографию. Кликаем в нее мышкой. Появляются параметры «Ширина» и «Высота». Желательно, чтобы ширина была в пределах 600. В моем городе, как и во многих других тыловых городах, находилось большое количество госпиталей. Были эвакуированы крупные промышленные предприятия. Из 130 тысяч томичей, ушедших на фронт, половина не вернулась. В Вяземском котле, в Мясном Бару и под Сталинградом погибли три томские дивизии первого формирования. Все это и есть история моего города. Фотолетопись. День победы в моем городе. Заходим в редактуру. Фотографии, обзор, выберите файл, закачать, далее. Подписываем фотографию. Обязательно сохраняем здесь и в самом низу редакторской страницы. Таким образом создается фотоальбом, в котором могут быть десятки и сотни фотографий. Они будут отображены на главной странице и в разделе «День победы в моем городе». Видеолетопись. Заходим в редактуру. Раздел «Видео. Ютуб». Находим на Ютубе нужный нам сюжет. Копируем ссылку и переносим в видео Ютуб. Если надо, добавляем еще. Обязательно сохранить. Новости в вашем регионе. На верхней панели находим кнопку «Добавить новость». Пишем заголовок. Набираем текст. Добавляем фотографию. Технология добавления фото такая же, как и при работе с разделом «Мой город в годы войны». Можем добавить дополнительные файлы, сканы документов или звуковые материалы, музыку, аудиофрагменты. Выбираем картинку для главной страницы. Она станет обложкой публикации. Настройки публикации. Проверяем, стоит ли галочка в окошке опубликована. Предпросмотр. Проверяем, все ли мы правильно сделали. Сохранить. Добавить вопрос. В этом разделе мы размещаем наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них. На верхней панели находим кнопку «Добавить вопрос». Пишем сам вопрос. Обязательно выделяем регион, где этот вопрос должен быть опубликован. Пишем ответ. Обязательно выбираем тип вопроса. В данном случае я выбрал «Организация полка в регионах». Сохранить. После заполнения этого раздела у вас справа в меню появляется соответствующая строка «Вопрос-ответ». Добавить солдата. Нередко за помощью к нам обращаются люди, которые по разным причинам сами не могут нести историю на сайт. Эта кнопка позволяет размещать истории однополчан на сайте. В самом верху в разделе «Запиши деда в полк» есть видеоинструкция. Рекомендации, как заполнять историю солдата. Неопубликованные солдаты. Здесь автоматически будут отображаться все неопубликованные истории, которые ждут вашей редакторской правки и публикации. Материалы города. Через эту команду вы получаете доступ ко всем опубликованным и неопубликованным историям вашего региона. Например, в разделе «Тип» вы можете выбрать «Новости региона» и посмотреть все информационные материалы, которые когда-либо размещали на своей странице. Или выбрав в разделе «Тип» строчку «Солдат», можете найти нужную вам историю. Из таких вот вроде бы частных историй и складывается реальная история нашей страны, незнание которой чревато последствиями. Ты послушай, внучек, послушай, чтобы сыну потом рассказать. С неба смотрят родных наших души. Смерти память у нас не отнять. Колю ранили, Сашу убили. Кто вернулся, растили детей. И заранее крепко любили нерожденных твоих сыновей. Бессмертный полк. Сохрани память о родных в книге народной памяти. На сайте мойполк.ру Субтитры создавал DimaTorzok